В имя Отца и Сына и Святого Духа. Стойкость в вере, братья и сестры, это то, объединяющее нас звено, которое призвало нас сегодня в этот день на молитву в Святую Лавру. Стойкость в вере это то, что не сможет дать поколебать нашей веры ни каким вражьим силам, ни духовным, ни телесным. Сегодня мы вспоминаем память преподобного Павла Припростого. И вот в его житии, почему он назван Припростым, повествуется о том, как он пришел к преподобному Антонию Великому. Преподобный Антоний не хотел принимать его в число своей братьей, но на протяжении нескольких дней преподобный Павел просто стоял возле его кельи, показывая свою стойкость, свою простоту. Он сказал, я просто не уйду, пока ты меня не примешь. И за свою простоту он был принят в число монастыря преподобного Антония. Но еще и другой был случай, когда привели к преподобному Антонию Великому некоего Бесноватого. Этот Бесноватый не мог быть исцелен преподобным Антонием ввиду его занятости. Он отправил этих людей с этим Бесноватым к преподобному Павлу. И преподобный Павел сказал такие слова. Я тебе повелеваю именем преподобного Антония и зыти из этого человека. Но Бес сопротивлялся. Тогда преподобный Павел призвал имя Христово. И все равно Бес сопротивлялся имени Христовому. На что преподобный Павел вышел среди пустынного зноя, встал на камне и сказал, не сойду с этого места, пока ты не выйдешь из него. И Бес с криком, простота Павла меня изгоняет, вышел из этого человека. Простота и стойкость преподобного Павла и знала Беса. И, братья и сестры, сегодня, к сожалению, мы видим, что Бесов вокруг множество. И наша простота и стойкость в вере сможет их победить. Поэтому будем стоять на этом твердом камени. И не уйдем. И Господь обязательно нас услышит. Всех вас призываю, братья и сестры, к стойкости, к мужеству, к вере. Чтобы мы своим единством и стойкостью показали силу веры православной. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.